Украинские звезды. 2014 год. Начинается конфликт между Россией и Украиной. Журналисты Лайфа отрабатывают эту тему. Их берут в плен на территории Украины. И их освобождает на тот момент Рамзан Ахматыч. В этом же 2014 году на новой волне, на нашей, спокойно выступают звезды украинские. Настя Каменский, кто-то там еще. Вот как на тот момент по-настоящему было изнутри? Какое было отношение тогда, в тот нелегкий период, у нас, у нашей журналистики в отношении украинских звезд? Я очень хорошо помню, что в один из таких моментов была «Песня года», и там участвовала Вера Брежнева. И как раз был разгар всех этих событий. И я помню, что я подошла к Вере Брежневой за комментарием, и она отмахнулась и что-то грубое мне сказала. Закрыла мне вообще микрофон. Я делаю, что хочу, она сказала. Вот так вот. У меня тогда тоже были вопросы к организаторам всех этих мероприятий. Почему вообще их приглашают? Но им-то тогда, смотри, тогда был 2014 год, и все это уже существовало. Весь этот конфликт. Но это же еще вопрос к ним, а им-то было нормально. Тогда им всем было норм, все. Они сюда спокойно приезжали на заработки. То есть они в домике, вот Вера Брежнева отмахивается от комментариев. Она же поет, она же получает деньги за это. Они 2014 года зарабатывали в России, прекрасно их ничто не смущало. Смотрите, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали каким-то сельскохозпродуктами и освистали за исполнение на русском языке. Вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то астракизму? Почему такая разница к подходам? Чем вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине это вопрос существования Украины как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей, либо политических, это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит у них какой-то стратегический план, потому что когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава богу, слава богу, где, ну там, не у нас это происходит, там, ну страшные вещи, я быстро напомню и забудем. Это теракты и всегда есть, ну как бы производитель теракта, то есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну мы живем в таком мире. Вот, а Потап и Настя, я их прекрасно знаю, люди как бы популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты. Все любят Украину. Да, ну они хорошие люди, но могли бы в Тернополе спеть на украинском языке, или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар на английском? Нету, ну а могли бы, могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые, которые, которые приезжают, ну, на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют. Ну да, и сразу всем приятно, и естественно, люди, ну, людям это очень нравится, потому что это, ну, это дань уважения. А если, а если исполнитель приезжает, приезжает в украиноязычный город, и, ну, и не поет на местном языке, то он рискует получить вот, ну, такие штуки, дивиденды, потому что оно, как бы, надо, надо учитывать настроение народа. Вы че здесь третесь? Бежать! Белки, привет! Белки, привет! Белки, привет! Субтитры сделал DimaTorzok